Литературная Бунинская премия Литературная Бунинская премия Добрый день, дорогие друзья, студенты, профессора, преподаватели, лауреаты Бунинской премии и другие гости нашего торжества. Сегодня мы проводим уже 11-й раз итоги конкурса нашей Бунинской премии. Кажется, это было совсем недавно, но вот пролетело уже 11 лет. Написал уже в свое время статью «Белая правда Бунина», имея в виду сказать и сказал, она опубликована, эта статья в журнале «Наш современник» в литературной газете «Белая правда Бунина». По-своему Бунин прав, по-своему у него своя правда. Но была еще красная правда, правда народа, большинства населения и так далее. Вот эту сторону публицисты и исследователи Бунина пока еще изучили недостаточно. И я один из тех, кто пытаюсь это сделать, перечитывая вновь и вновь. И письма, и от Контра, и Великий Дурман, и Суходол, и Деревню, и Окаянные дни, и много-многое другое. Потому что это талантливый писатель, а когда ты читаешь талантливое произведение, там значение имеет каждое слово. Каждое слово, которое с первого раза можно проскочить, не придав ему значения. Надо вчитываться, вдумываться, вдумываться, глубоко вдумываться, для того, чтобы понять, постичь истину, а не просто прочитать. Это не роман, это не билетристика простая. Мы проводили уже один раз конкурс в номинации публицистика. Сейчас подводим итоги очередного, второго конкурса. Если говорить о популярности Бунинской премии, следовательно, при привлечении количества авторов, которые хотели участвовать в борьбе за звание лауреата Бунинской премии, то мы вполне удовлетворены этим. Было прислано в общей сложности более 120 заявок разного рода произведений, значительная часть которых была отставлена в сторону нашим организационным комитетам, уже потому, что они не укладывались в жанр публицистики и потому, что слабоваты были сразу, на первый взгляд. Длинный список кандидатов на Бунинскую премию было внесено 71 человек, а в коротком списке осталось, если мне память не изменяет, 12 человек. И сегодня мы, значит, об этом будет говорить Борис Николаевич Тарасов, председатель жюри про конкурсную часть, а я сейчас хочу сказать несколько слов как председатель попечительского совета. В положении о Бунинской премии оговорено, что попечительский совет имеет право присваивать звание лауреата Бунинской премии людям, которые, если говорить попросту, я не цитирую, я говорю своими словами, попросту не должны уже участвовать в Бунинской премии, вообще в конкурсах. Они уже настолько знамениты, настолько известны, что где бы они ни участвовали, они будут занимать первое место. Ну, представьте себе Пушкина, который участвует, или там Толстого или Достоевского. Ну, смешно, понимаете, да? А с другой стороны, им-то как-то странно, наверное, это для них странно. Поэтому мы присваиваем звание лауреата Бунинской премии людям, выдающимся, людям, которые доказали тем, что внесли значительный вклад и в литературу, будь то поэзия, проза, перевод, публицистика, разные жанры, да, в культуру, в целом, общество, таким образом, в развитии культуры. И вот в этот раз мы присвоили звание лауреата Бунинской премии решением Попечительского совета трем выдающимся, может быть, по-разному, наверное, по-разному выдающимся. И чуть-чуть, я имею в виду уже же, меру, степень, величие и область, сферу. Хотя это в целом все-таки публицистика. Когда-то должны говорить вы, поэтому вы меня дёрнете, пожалуйста. А то я ведь расскажу все, что должны говорить вы. Я уже переговорил, что ли? Нет, все хорошо. Нормально, да? Ну, давай, вступайте. Решением Попечительского совета за выдающиеся заслуги в защите свободы слова и возвеличивания русской культуры, многолетнюю благотворную литературную деятельность Бунинская премия присуждена всемирно известному итальянскому писателю, журналисту и общественному деятелю Джульетто Кьезе. Джульетто Кьезе своим творчеством внёс выдающийся вклад в современную русскую публицистику. Его произведения переведены на португальский, немецкий, английский, японский и русский языки. Господин Кьезе — автор колонки в российском деловом еженедельнике «Компания» и в литературной газете. Его перу принадлежат многочисленные книги о Советском Союзе и России, которые сочетают исторический анализ, хронику и репортаж. В 2002 году господин Кьезе стал лауреатом итальянской национальной премии «Культура за мир». Джульетто Кьезе — яркий политический и общественный деятель, принципиальный публицист, который борется с несправедливостью, коррупцией и агрессией. Его признают и друзья, и недруги за стойкость убеждений, верность идеалам и несгибаемую волю. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Добрый день. Я действительно очень тронут, и не только тронут, у меня сюрприз был. Это назначение. Но я не хочу долго сказать мои чувства. Одну вещь хочу сказать. Это большинство из вас — это молодые люди. Жизнь, которую я описывал в моих произведениях, затрагивает вашу жизнь. Не мою жизнь, я уже старый. Но все, что я вижу, это для вас, именно для вас, для нового поколения, предстоит жить очень трудные времена. Это нехорошая новость, но я считаю, что вы предназначены для большого поворота нашей истории. Я имею в виду историю человечества. Это не история одного фаза. Это история общего человечества. Жить или не жить. Переживать. Идти дальше или заканчивать. И почему? Потому что это все, что происходит, это уникальный в истории человечества. Это конец одной эпохи, это начало новой, совершенно новой эпохи. Поэтому в этом смысле я здесь живу и переживаю, как будто в моем доме. Почему? Потому что считаю, что Россия в этом повороте истории имеет громадное значение. Значит, на вас будет лежать очень большая ответственность. Потому что будущее этого поворота зависит во многое от присутствия России. Присутствия, просветания, как можно сказать, даже победы России. Потому что Россия это хранитель нашего общего жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, Джульетта Кьезе. Я говорил, и ведущие говорили о том, что Джульетта Кьезе человек мировой известности. А в России, ну, может быть, молодое поколение еще не так знает, как мы, те, кто пишет на те же схожие или схожие темы. Поэтому сегодня, узнав о том, что Джульетта Кьезе будет у нас в университете, захотели сказать несколько слов и приехали к нам в университет. Два человека я остановил поток, потому что я говорю, это отдельно надо собраться, тогда вечеринку устроить какую-то и во главе с Кьезе. А тут все-таки у нас такое широкое мероприятие. Тем не менее, Нина Васильевна Пушкова, она дипломант Пунинской премии. Она хочет сказать несколько слов. Они давно знакомы с Кьезом. Пожалуйста, Нина Васильевна. Добрый день. На рубеже XX века был такой писатель Герберт Уэллс, и он написал роман «Когда спящий проснется». В этом романе очень много точных вещей, как во всякой антиутопии, но меня очень впечатлило название «Спящий». И вот эта метафора, она мне представляется очень точным выражением состояния нынешнего гражданина Европы. Очень многие в Европе действительно находятся не просто во сне, а как будто бы под наркозом. Люди переживают, и Джульетта Кьеза очень много об этом пишет. Просто участвуют, являются участниками масштабной манипуляции. Это тема, которая постоянно присутствует в ваших книгах, в ваших работах. И поэтому вот когда спящий проснется, что он увидит? Здесь очень много на этом этапе, к тому моменту, когда проснется спящий, могут произойти колоссальные потрясения. И в английских шахтах всегда присутствовали канарейки в клетках. Шахтеры, чтобы узнать запах опасности, запах метана, они носили с собой эту птичку, которая начинала тревожно свистеть, начинала как-то беспокойно себя проявлять. Вот люди, во всем мире существуют люди, которые предупреждают всех нас о грозящей опасности. И Джульетта Кьеза, безусловно, относится к одним из таких людей. Я смотрела его фильм, который сделан по его книге. Он называется «Зеро». Вот этот «Граунд зеро», нулевой уровень, этот документальный фильм был снят после того, как взорвали башни-близнецы. Как в Америке произошло вот это вот грандиозное событие, которое определило ход нашей жизни и ход вашей жизни будет определять. Очень-очень долго. В этом фильме присутствует... Это не художественный роман. В этом документальном фильме присутствуют и химики, и биологи, и пожарники. И эксперты, и журналисты. То есть небезразличные люди, которые расследуют вот этот вот взрыв, взорвавший не только дома на Манхэттене. Этот взрыв, он прозвучал во всем мире. И очень многие люди, когда увидели этот фильм, они выходили потрясенными. Вы принесли потрясение в Россию. И это потрясение, оно способствовало пробуждению. Игорь Михайлович, вы сказали, что Бунина беспокоила, сохранится ли Россия. В одной из своих книг Джульетта Кьеза, пережив и видя развитие, которое Россия получала в ельцинские времена, он попрощался с книгой. Другая ваша книга называется «Прощай, Россия». Но вот мне кажется, что прощаться с нами еще рано. И вы, как человек наблюдательный, получив премию, мне кажется, что, получив премию в стране, с которой вы простились, мне кажется, что вы увидите, что ваши надежды на Россию не напрасны. Что Россия не собирается стоять на коленях или превращаться в колонию. И готовьте вашу следующую книгу. Спасибо за внимание. У нас сегодня в гостях два Лихановых. Выдающийся писатель, журналист и общественный деятель Альберт Анатольевич Лиханов. Лавриат Бунинской премии. И его сын тоже писатель, которому предстоит стать выдающимся. Он тоже здесь присутствует. Они вместе с Кьеза уже писали книги, тоже давно друг друга знают. И он хочет тоже поприветствовать вас, дорогой наш лавриат. Пожалуйста. Дмитрий Лиханов. Спасибо, Игорь Михайлович. Но я написал речь, ты позволишь, я ее прочту, ладно? У меня не очень художественный голос, так что вникая в смысл. Когда Иван Алексеевич Бунин в 1933 году получил Нобелевскую премию по литературе, то в своей речи он называл себя изгнанником. И хотя мой старый товарищ Джульетта Кьеза формально прописан в городе Риме, я тоже считаю его изгнанником и диссидентом. Отчасти это объясняется его коммунистической юностью и социалистической зрелостью, но в большей степени пониманием того, что на протяжении всего одной человеческой жизни Европа и весь мир изменились до неузнаваемости и уже не являют собой образец культурного и нравственного ренессанса. И одно только публичное признание этого факта ставит Джульетту Кьеза в ряды диссидентов. Причем диссидентов ярких, обладающих гигабайтами неопровержимых доказательств, фактов, цитат, документов, способных превратить их в публикации и книги, измеряемые не столько тиражами, сколько тротиловым эквивалентом. К моему глубокому сожалению, в России Кьезу заметили слишком поздно. В компрадорский период наша история, его имя вообще было под запретом, под цензурой и зазвучало только недавно, когда до кремлевских кабинетов, наконец-то, дошли прописные истины русской независимости, которые происходят вовсе не из офисов наших зарубежных партнеров, а из армейских штабов и монашеских келий. Тем более странно, что мыслить в национальном духе нас призывает иностранец, человек собственной родиной и собственным пониманием патриотизма. Но, с другой стороны, именно инакомыслие и является высшим проявлением любви к родине, своей ли или чужой. А в деле европейского инакомыслия, равных нашему лауреату, я, пожалуй, никого и не вижу. Я не удивлюсь, если однажды его даже убьют. Не физически, так морально или репутационно. Современный глобализм не допускает инакомыслей в любой его форме, а тех, кто все еще наивно пытается отстаивать свободу мысли и слова, закатывает в идеологический асфальт. Об этом свидетельствует пример основателя Викилингс Джулиана Ассанджа, Филиппа Маршала, расследовавшего события 11 сентября, и Баррия Дженнингса, которые были свидетельны их событий, тоже погиб при странных обстоятельствах. Об этом свидетельствует смерть лауреата Пулитсеровской премии Гарри Уэбба и десятка других журналистов, политиков, сотрудников спецслужб, которые считали, что правда – она одна и не может зависеть от политического строя или конъюнктурных соображений засранцев в высших эшелонах власти. Всю эту правду уже многие годы исповедует мой друг Джульетто Кьеза. Он – исповедник правды. Не зря его фамилия Кьеза, что по-итальянски означает «церковь». «Феличе пер те, вектео амико, и ви огуро нови ливри». Я последних слов не понял, но думаю, что они хороши. Правильно. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. 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 Спасибо.